Здравствуйте, в студии Александр Петков. В начале выпуска коротко о главном. В столице проходит акция протеста сторонников партии ШОР. Система электроснабжения страны в целом способна обеспечить потребителей электроэнергией. Сегодня ночью, завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0,5 градусов, местами заморозки на почве и в воздухе до минус 4. Завтра днем ожидается плюс 14-19. Далее подробности. Сторонники партии ШОР собрались сегодня на акцию протеста перед зданием президентуры и парламента Республики Молдова. Демонстранты пытались занять площадь Великого национального собрания, однако полиция блокировала доступ и призвала демонстрантов соблюдать общественный порядок. В связи с акцией протеста столичная электротранспортная компания объявила, что движение троллейбусов по бульвару Штефан Челмаре от улицы Митрополит-Банулевского-Батони до улицы Михаиле Тязу остановлено, троллейбусы перенаправляются. Демонстранты неоднократно требовали ставки действующей власти и организации досрочных президентских и парламентских выборов. Об участии в протесте также объявила партия «Строем Европу дома», который возглавляет находящийся в розыске Георгий Ковкалюк. Ранее беглый лидер партии ШОР Иван ШОР заявил, что не будет уважать решение комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению общественного порядка, заявив, что оно незаконно. Напомним, что на этой неделе комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила необходимые меры по обеспечению общественного порядка. Так, в рабочие дни запрещено проведение митингов с перекрытием полос движения транспортных магистралей или путей доступа и эвакуации к государственным учреждениям. В выходные дни такие собрания могут проводиться не более четырех часов. Сотрудники Министерства внутренних дел будут вмешиваться оперативно и решительно, если демонстранты, протестующие в центре столицы, не будут соблюдать решение комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 октября. С таким предупреждением выступила министр внутренних дел Анна Ревенко, которая призвала граждан уважать мир и безопасность других граждан, если они решат выйти на акцию протеста. Анна Ревенко подчеркнула, мы исполняем свой долг, а единственная политика, которой мы руководствуемся, это безопасность гражданина, написала в соцсети министр. Жители Республики Молдова значительно сократили потребление природного газа в этом году, свидетельствуют данные Национального бюро статистики. По состоянию на апрель 2022 года потребители зафиксировали самый низкий уровень потребления за последние 5 лет, а самое высокое потребление природного газа было зафиксировано в среднем в январе, затем в декабре, потом в феврале. В ноябре и марте также наблюдалось высокое потребление газа, при этом холебание температур в течение года также были одним из факторов. В этом контексте делегация Европейского Союза в Кишинево отмечает, что Евросоюз остается верхним партнером Республики Молдова, в том числе в энергетическом секторе. В августе 2022 года Европейское сообщество выделило Республике Молдова грант на бюджетную поддержку в размере 75 миллионов евро для преодоления энергетического кризиса. Энергосистема страны способна в целом обеспечить электроснабжение потребителей, однако на местном уровне существует риск того, что подача света некоторым конечным потребителям будет прерываться на определенные промежутки времени. Разъяснения были даны Министерством инфраструктуры и регионального развития в связи с введением комиссии по чрезвычайным ситуациям режима энергетического оповещения. В министерстве отметили, что ситуация повышенной готовности считается в тех случаях, когда возможны некоторые ограничения в поставке импортной электроэнергии или от местных производителей. Напоминаем, что Республика Молдова покупает 30% электроэнергии в Румынии по ориентировочной цене 90 евро мегаватт в час. Это количество обеспечивает то необходимое, что мы больше не можем получать от Украины после того, как она прекратила экспорт в Евросоюз, а также и в нашу страну из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Сторица дня коронации короля Фердинанда I и королевы Марии как государства Великой Румынии, историческое событие, которое символизировало акт воссоединении румынской провинции, было упомянуто членами Ассоциации историков Александру Машану во время встречи, организованной в Национальной библиотеке в Кишинелл, сообщает Молдова-1. Коронация короля Фердинанда I и королевы Марии состоялась 15 октября 1922 года и символизировала акт воссоединения румынских провинций под королевским скипетром. Действие происходило через четыре года после двух исторических событий – окончания Первой мировой войны и Великого Союза 1918 года, когда к Румынии присоединились провинции Бессарабия, Буговина и Трансильвания. Память о королеве Фердинанде и королеве Марии увековещивается по безарабскому пространству путем присвоения имен улиц самолицеям, реставрации бюстов и памятников. Семь французских кинолент будут представлены на 21-м фестивале французского кино, который пройдет в Кишинелл. Вероприятие будет проходить с 31 октября по 3 ноября. Вход свободный перед ЮДПН. Открытие фестиваля состоится в понедельник, 31 октября в 18 часов показом исторической драмы «Утраченные иллюзии». Все фильмы на фестивале новые, некоторые из них были награждены в Каннах и Венеции, а также получили премию «Сезар». Они выражают разнообразие и богатство французского кино, которое всегда занимало привилегированное место в сердцах публики после изобретения братьев «Люмьер», говорится в пресс-ревизии французского альянса в Молдове. Министерство обороны России подтвердило сообщение о серьезнейшем инциденте на расположенном близ границы с Украиной полигоне в Белгородской области. Согласно предоставленным российским военным ведомствам данным, двое граждан стран СНГ открыли огонь под другим солдатам, убили 11 человек и ранили 15, после чего были сами ликвидированы. Министерство иностранных дел и посольство Китая призывают всех граждан, которые сейчас находятся в Украине, усилить меры безопасности и немедленно выехать из страны из-за серьезной ситуации безопасности, пишет ЗН.УА. Посольство поможет в эвакуации персоналу тип представительств в Украине, людей просят как можно быстрее связаться с посольством и зарегистрировать свои данные, сообщить тип миссии, также просят людей, которые будут эвакуироваться самостоятельно. Экспорт украинской сельхозпродукции через черноморские порты с начала августа, когда порты были разблокированы по соглашению ООН и Турции с Россией и Украиной, составил 7,5 миллионов тонн. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины. До войны Украина экспортировала морем 5-6 миллионов тонн зерна и других сельхозпродукции ежемесячно. Министерство сельхозпродукции сообщает, что накануне из портов Одессы и Южной вышли еще 7 судов с общим грузом свыше 100 тысяч тонн агрородукции. Всего за два с половиной месяца, что действует зерновая стелка, три черноморских порта Украины загрузили и отправили в Европу, Африку и Азию 341 судно с продовольствием. В случае, если страны Евросоюза введут в потолок цен на российский газ, Газпром прекратит поставлять Европе голубое топливо. Об этом сообщил глава правления Газпрома Александр Миллер в эфире телеканала «Россия-1». Он утверждает, что введение лимита цен нарушает условия контрактов. Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают ограничения цен на газ из России, но пока согласовать решение не удалось. Всемирная организация здравоохранения ожидает продолжения распространения ковида в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Дедра Саддан Гебриесус, выразивший обеспокоенность тем, что большинство стран перестали осуществлять мероприятия по ограничению передачи коронавирусной инфекции. Выступая на свидании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, он отметил, что, хотя количество еженедельно выявляемых в мире случаев заражения ковидом упало до самого низкого уровня за все время пандемии, ряд стран Европы сообщает об увеличении числа случаев ковид-19, госпитализаций и смертей, констатировал Гебриесус. Рост заболеваемости в этом регионе, по его словам, был ожидаемым, поскольку в северном полушарии погода становится более холодной, и люди проводят больше времени вместе внутри помещений. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный слабый, температура воздуха ночью 0,5 градусов, местами заморозки на почве и в воздухе до минус 4, столица плюс 3, плюс 5, завтра днем ожидается плюс 14,19, Кишино плюс 15,17 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков. Субтитры сделал DimaTorzok